Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Четвертый день, четвертый ход войны уже у нас имеется. Сегодня уже прошло более полдня, можно так сказать. Записываю видеоролик в 6 часов по московскому времени. И что мы сегодня вообще имеем? Мы имеем то, что третий ход закончился. Закончился для кого-то положительно, для кого-то негативно. Кто-то уже превосходит противника. Снеговики у нас на первом месте, эльфы на втором месте. При том, что эльфы забрали две центральные зоны. Ну а санты вчера меня просто поразили своей глупостью, своими неверными ходами. И у меня реально вчера жестко пригорело. Расскажу же в чем суть и в чем был весь косяк вчерашнего дня. Это то, что на такие зоны, как полигоны Чернобыль, вчера санты в общей сумме отдали больше 40 тысяч звезд. Вы понимаете, что такое 40 тысяч звезд. И вы должны понимать, что если бы эти игроки, которые пошли на те зоны, которые при любом раскладе заберутся. При том, что вчера забрать эти зоны не мог никто. Пошли бы на центр, как это сделали эльфы. Да, при том, что они на свои крайние зоны, на тот же холм и на перекресток отдавали тоже не такой уж маленький процент звезд. Но в общем и целом, ребята правильно сделали свой приоритет. Забрали две центральные зоны. И я их могу с этим только поздравить. Что же касаемо сегодняшнего дня. То есть здесь все просто. Каждая из фракций забирает по одному хранилищу. Хотя, в общем и целом, имеются фракции. Вот, например, как Санты, где 35 тысяч звезд. Это, знаете, ну, пару тысяч, я думаю, что человек точно имеется в этом количестве. Которые отдали свой голос за совсем неверную зону. То есть, в общем и целом, каждая фракция могла забрать себе по одному хранилищу. Я, конечно же, свой ход за Сант сделаю на пустыню. За снеговиков сделаю ход за будущее. И за эльфов сделаю ход на именно такие гравити. Дабы получить бонусы. И здесь, ну, нет смысла идти куда-то на центр. Если вы хотите зафармить как можно больше контейнеров. То вы обязательно должны пойти на это хранилище. И заработать их. В общем и целом, что еще интересного вчера у нас было. Вчера в видеоблоге рассказали такую вещь, что все эти очки, они у нас не суммируются, как в прошлом году. А война в последний день может вообще крайне жестко поменяться. Потому что вся суть этой войны в том, кто больше территорий контролирует, тот и выигрывает. То есть нет такого, что, например, у тебя больше, вернее, больше зон ты до этого захватывал. И за счет этого ты имеешь больше очков. Здесь же работает все совсем по-другому. То есть за каждую определенную захваченную зону на период определенного времени у тебя имеется такое количество очков. В следующий день, например, у тебя что-то забирают, у тебя становится этих очков меньше. А в прошлый раз все эти очки у нас прибавлялись. Поэтому довольно-таки интересный факт. И вся суть в том, что по сути самые последние шаги теперь будут иметь очень много сути. То есть если раньше, например, ты мог оторваться и за счет этого отрыва выиграть, например, даже проигрывая один день, ты мог выиграть все равно эту войну, то сейчас такого шанса будет добиться очень тяжело. И поэтому каждый день нужно делать правильные ходы, а не такие, как ходы, которые были сделаны вчера. Меня, конечно, ужасно поразили Санты. И я, честно, остался недоволен. Поэтому, друзья, что у нас сегодня обстоит, я уже сказал, что каждый атакует на свое хранилище, забирает его. Ну, а что касаемо дефа, за территорию, на момент записи данного видеоролика у Сант, каждая зона, по сути, является дефовой. И они... ну, без разницы, что я здесь буду дефать, все равно оно все останется. У эльфов здесь ситуация практически так же обстоит. За исключением вот одной зоны, которая осада чуть-чуть потяжелее для них будет дефаться. Но все же, я думаю, что ребята смогут задефать. Ну, и здесь тоже, соответственно, центр дефается. И единственное, это одна зона, на которую... которую могут потерять у нас снеговики. Я думаю, что за снеговиков я им именно ее и подсопорчу, дабы мы ее не потеряли, да мы не потеряли лишние очки. За данную фракцию все же я продолжаю топить в том же стиле. И для меня вчерашний день, ну, вернее, уже сегодняшний, стал каким-то шоком, когда я увидел, что эльфы делают грамотные ходы, а мои санты, ну, просто так жестко ошибаются. Ну, хорошо, хоть благо снеговики позабирали довольно большое количество точек. Хоть и забрали всего лишь одну центральную, они забрали прилежащие точки по три очка. И за счет этого довольно-таки неплохо смогли сопоставить те центральные зоны, которые им получилось каким-то образом отдать. Поэтому, друзья, атакуем на хранилище. Здесь все просто. Я думаю, что не буду уже больше ничего размусоливать. Единственная просьба у меня к вам, это... Прожмите лайк, друзья, если вам нравится смотреть подобного рода видосы. Поддержите меня. Если я буду видеть, что вам реально это интересно, я буду продолжать, потому что от вашей активности зависит очень многое. И если вам не сложно, просто возьмите, поставьте его, подпишитесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики. Последний видос, который я записывал по войне, вообще колокольчик не пришел. И я не знаю, что это за ерунда, почему YouTube не хочет давать на данные видосы колокольчики. Но я надеюсь, что на этот все будет отлично. И на последующий, также, кого не нажат, обязательно нажимайтесь, подписывайтесь. И не забывайте, что в описании есть ссылочка на Discord. В Discord вы можете пообщаться. Там созданы группы, вернее, чаты для вашей единственной фракции, с которой вы можете пообщаться, какие-то определенные ходы сделать, вместе даже поиграть. Ну и в группе я выкладываю те самые ходы, которые я делаю тоже на группы. Не забывайте подписываться. У меня на этом сегодня все. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok